Радио 54 Это важная часть жизни Это вообще очень важно Волейбол, допустим, мне он вообще очень много в жизни дал Даже моего мужа И мне тоже Так, Алексей, я вам жену дал в волейбол, нет? Нет, я ее потом привел Не, скажем так, мы вместе пришли Слушайте, может волейболом заняться? Давай, Саша Ты большой А знаете, сколько красивых девушек вообще А сколько у нас свадеб играет Прямо на поле волейбольном Ну нет, на поле нет Надо же, чтобы красиво Ну а что, в форме хорошо бы Свадебном платье, мяч подкидывать Кстати, некоторые так делают в фотосессии У нас было несколько предложений Руки и сердца Во время матча Ну не во время матча, а на церемониях открытия Ко мне подходили молодые люди Говорят, так, на ушко, а можно мы вот такую акцию совершим Я говорю, такую можно А вот они вставали на колено, довели цветы В общем, все это романтично Романтично А я думал, делали подачу Мяч взрывался, оттуда кольцо выпадывало На палец Вместо с пальцем отлетало Это следующая идея, пускай будет ваша Да, Саша, в общем, ты приходишь в волейбол Насходишь там с женой и делаешь вот такое феоричное предложение Хорошо? Договорились? Отличный план Алексей, ну правда, все-таки отмечаются какие-то праздники, связанные с волейболом? Ну пусть не 9 февраля, а какие-то сабантуи имеются? Ну действительно, 9 февраля все-таки это всемирный день рождения волейбола Есть какой-то русский аналог, да? В Холлиоке, да, конечно есть Вот сейчас я прямо сильно напрягусь по конкретной дате Ну неважно, допустим Но в России, в Советском Союзе Первый матч состоялся, между прочим, между деятелями искусства И волейбол, это интеллектуальная игра Ну вот сейчас мне прям стыдно, вы меня ткнули Да, я сейчас дату точно не вспомню Вот, но в России гораздо позднее 1923-й Вот, молодец Это год, это год один Она загружила, наверное Вот, по-моему, в Хут и Масс и еще кто-то там сыграли первый матч В общем, честно говоря, не важно, кто первый сыграл Важно, что сыграли И важно, что этот вид спорта развивается Развивается, развивается по всему миру И в том числе на нашей родине, в Новосибирской области И вот этот другой день вы отмечаете? Ну, вот знаете, бывают праздники, которые ты знаешь Вот позвонил другу и сказал С днем рождения волейбола У него глаза на выклипят Какой день рождения волейбола? Вот, Оля права Нас окружает так много волейбола, что каждый день как праздник Особенно, если в этот день ты выиграл какой-нибудь важный матч Хорошо Тогда к чемпионату Новосибирска по волейболу среди женщин Да, обе команды, как вы сказали, идут без поражений И на следующей неделе, возможно, встретятся в финале Расскажите про те матчи, которые вы уже сыграли С кем встречались, насколько сильные были соперники Что вы думаете о вашем предстоящем матче, возможно? Ну, на самом деле, мы сыграли четыре игры уже, да? Да, и получается, вначале мы по разным группам были разбиты, ну, все команды И мы играли, каждую неделю ездили в своей группе Вот, что касается команд, которые участвуют в этом турнире То мы, в принципе, все играем, ну, уже давно на городе Ну, до этого тоже мы играли с девочками Команды, как правило, все одни и те же Ну, в плане того, что состав, ну, примерно одинаковый Бывает, что что-то там, изменения какие-то, кто в декрет уйдет Кто уедет из страны Вот, начало нашей темы Вот, а так, ну, в принципе, все друг друга давно знают Игроки все играют друг с другом И, ну, каких-то таких сложностей и необычностей нет Ну, то есть, ты выходишь, ты примерно знаешь соперника Ну, это ни о чем не говорит, потому что выходишь, соперника знаешь А игра вообще не по сценарию На самом деле, вот, у женщин все зависит, наверное, от эмоционального составляющего Потому что, ну, реально, вот у нас была игра, вот, предыдущая, когда мы в четвертьфинале играли Это самая важная игра, то за выход в финале Мы, получается, вышли с первого места, а команда, с которой мы играли Они вышли с последнего, в другой группе И мы первую партию просто ему летели Мы вообще ничего не могли сделать Мы просто стояли и... Не понимали Ну, это вообще, после этого мы были, вообще, в максимальном стрессе взялись Ну, и выиграли Вот, но просто, ну, как бы, что творилось внутри, да Внутри каждого человека Какой-то ужас, непонятие, вообще непринятие Ну, так бывает Вот то же самое, я на пляже был, меня взяли в команду играть Смотри, высокий, нормально, сейчас все будет здорово, мы выиграем А я то до сетки не доброшу, то, наоборот, за поле переброшу Вот, потом сказали, иди, ладно, дальше купайся Как правило, всегда говорят, о, высокий, все будет Да, да, да Берем Да, у меня есть очень смешная история Мы... А, смешную историю, но потом Вот как он красиво проспойлерился Я бы вспомнил, ну, просто сейчас как раз тема зашла Но она будет, да, пронансировали Вот, у Марины замечательная команда Мы сейчас говорим о том, как у Оли Да как все команды, которые участвуют в чемпионате Он не просто чемпионат Новосибирска за правообладание званием таким Но мы по итогу этого чемпионата сформируем сборную команду города Новосибирска И она будет принимать участие в финале чемпионата Новосибирской области 2-3 марта в Куйбышеве Но там нужно иметь новосибирскую прописку Ой, возьмите меня, возьмите меня Более связующее, да Все шансы Да В общем То есть вы будете выбирать из команд победителей, самых активных игроков Кто будет выбирать? Вы лично? Нет К счастью, вот это не моя задача, для этого есть тренера К чему к счастью? Ну Это же интересно Выбирайся с девушек Все такие молодцы, все такие красивые, все такие успешные, да И кого-то надо отсеять Не-не-не, это очень А, боитесь женской мести? Нет, просто в каждой команде на самом деле есть очень хорошие игроки То есть, ну, выбрать очень тяжело будет Еще же надо, чтобы эта команда играла хорошо Марина, вы как думаете, вы попадете? У меня нет новосибирской прописки А-а-а-а 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 Ай, головой оттуда Нет, на самом деле Марина сказала очень важную вещь Что набор игроков это не команда И индивидуальные качества каждого спортсмена на площадке Совершенно не гарантируют победу А вот коллектив сплоченный, да Иногда даже из игроков, ну, скажем так, не супер-пупер уровня, да Но, которые друга чувствуют, они понимают, где, что, как будет Они могут выиграть Ну, они выигрывают Я сейчас тупить начну Все-таки вы одну команду выберете, которая поедет Готовую команду Дело в том, что Но с пропиской Да, да, на чемпионате области участвуют команды из игроков, прописанных в городских кругах или муниципальных районах Вот, если играет там Куйбышевский район, то это жители Куйбышева Если играет, например, город Бетск, это жители города Берц А если лицо без прописки вообще, то тоже нельзя Ну, лицо без прописки Марина, я вас пропишу у себя, нормально все Вот на трибуре Вот ты как решил в волейбол зайти Полификации уже там состоялись, уже мы знаем, кто из области выйдет в финал А вот новосибирская команда, конечно, у нас очень много игроков И замечательных Но она будет сформирована по итогам чемпионата города В смешанном полегче будет Потому что там мальчики на подхвате? Ну, они на подхвате Мы помогаем, мы пасуем, мы играем в защите, да, мальчишки нападают Ответственности меньше, да, так скажем? Ну, я бы не сказал, в защите меньше ответственности Все-таки надо забивать, самое главное Но без девочек мальчики не смогут играть Так, Алексей, а по правилам каким-то есть различия между в женском волейболе и в смешанном? По правилам волейбола различий практически нет Вообще нигде нет Только то, что касается состава на площадке Ну, собственно говоря, и нет смысла делать какие-то критичные различия Почему? Ну, у нас на всех турнирах работает судейская коллегия Федерации волейбола в Сибирской области И в течение недели, практически каждый день не судят матчи Или детских команд, или мужских команд, или женских команд, или смешанных команд Но переключаться, вот тут судим так, здесь судим не так Ну, скидочки девчонкам дают в женском волейболе какие-то, нет? Ну, немножко на черте, ну ладно, пусть гол Если ты решилась туда пойти, уже все Девчонки задела, все Заступила, все А женская дружба существует, как по-вашему? Вот вы в женской команде играете, вы там дружите или это работа такая? Нет, мне кажется, только благодаря дружбе вообще существуют такие команды Ну вот, по сути, ну, сейчас меньше, но раньше мы вообще постоянно проводили время вместе То есть, когда мы тренировались профессионально, у нас две тренировки в день Ну, между тренировками мы вместе, после тренировок мы вместе и постоянно вместе Ну и сейчас мы тоже стараемся хоть там у детей, у всех семей собираться, там праздники Добрый год, там день рождения отмечать Это так весело, ну, не знаю, мне кажется, это очень важно в команде, Марина Неформальная обстановка, это обязательно Обязательно должна быть, потому что одно дело, мы на площадке, это одна обстановка А когда мы за пределами площадки, тоже надо быть друзьями, надо, чтобы вот все было вообще Климат был максимально хороший Корпоративный дух, да, сохранять На самом деле девочки принимают очень важную, ну, говорят об очень важной теме И, во-первых, если уж мы там коснулись немножко БВЛ Есть одно правило, да, не команда легионеров Конечно, мы не запрещаем никому играть, но наша ценность – не легионеры Это люди, которые вместе не только вот в момент на волейбольной площадке Они общаются вместе, у них есть какие-то общие интересы Не обязательно уста процентов, да, но вот всегда команда общается Ездят на дни рождения, отмечают совместно праздники Кстати, у нас, вот у Анны Чупиной, помните, мы тут вручали ей перстень серебряный Она встретила свой день рождения как раз на одном из матчей чемпионата города Забила? Мы выиграли, мы выиграли в этот день, мы подарили ей победу Да, они выиграли, но, знаете, как приятно, когда вот начинается матч, а команда выходит, там, шарики, болельщики Все хлопают, да, дарят подарки Какое настроение замечательное У нас в команде традиция, мы всех своих игроков поздравляем на построении перед игрой Клево! Вот тебе новая форма, одевай и пошли играть, да? Кстати, в Шторме очень много игроков, у которых постоянно игры на игре день рождения Они не летом родились Так совпадает, да? Ну и у нас, в принципе, на многих турнирах есть игроки, у которых выдали день рождения У нас есть традиция, опять же, там, если БВЛ коснуться на церемонии открытия, поздравлять игроков, дарить подарки Но сейчас вот и на женском чемпионате и вообще на всех чемпионатах мы мониторим У нас специальная программка есть, которая там отслеживает, у кого сегодня день рождения Если это совпадает, мы стремимся всегда поздравлять человека, порадоваться Вот мы сейчас 20 февраля уезжаем в Кемерово на турнир, и мы уже знаем, что у нас 4 человека родились 23 февраля И они туда идут на турнир Я 10 лет отмечаю сегодня день рождения на БВЛ, на турнире Новый год Алексей, финал чемпионата 2-3 марта в Куйбышеве Как вы считаете, команду Новосибирска, кого ей стоит опасаться больше всего? Какой район сильный? Вы же знаете, наверное, по опыту Но видите, в чем дело, команда Новосибирская, думаю, будет темной лошадкой И так как она будет сборной И у нас есть возможность создать очень хорошую команду из девочек, живущих в Новосибирске, прописанных в Новосибирске А если говорить про соперников, ну, давайте так, день рождения волейбола В Новосибирске есть две команды, значит, суперлиги и высшей лиги Это наш любимый локомотив и команда Олимп в Куйбышеве как раз И команда, которая участвует в чемпионате области, она сортирована в Куйбышеве Ну, вот из Китимский район девочки из Ленева по итогам квалификации не играли Вышли первые, Куйбышев второй В общем, Ленева и Куйбышев нам стоит опасаться Хорошие девочки в Ленево играют Поэтому, как уже говорили здесь, это женские в Ленево Подарите им квартиру в Новосибирске, они будут играть за нашу сборную Спасибо большое, друзья, мы вас еще не отпускаем Благодарна передача, благодарны слушатели Мы желаем вам удачи, спасибо, что пришли Спасибо, что пришли Алексей проспойлерил веселую историю нам Давайте, время пришло Рассказывай, прямо вот так Да, конечно Мы здесь уже говорили о том, что есть такой стереотип Идет высокий молодой человек, он, наверное, волейболист Да, давай к нам в команду сейчас Это в нашей среде, возможно, в среде баскетболистов Это, о, наверное, баскетболист Да, да, да Ну, и так как моя жизнь вообще наполнена волейболом Не только моя личная, но и все мои семьи, конечно И Леночка, моя жена, она в это все очень погружена Вот, как мы идем с ним по торговому центру в Новосибирске И на встречу нам идет семейная пара Вот такой типичный пример, да, значит, девушка по поясу Молодому человеку, он идет, высокий А Лена, общая с нами, она знает лицо практически всех И такая говорит, он же у нас не играет А почему у нас не играет? Он же из Новосибирска Как же так? Я говорю, Лена, извини, ему некогда Это Артем Вольвич Так, для тех, кто не знает А его жена, это моя одноклассница Да вы что, вот так Кто не знает Это игрок в суперлиге волейбольной Да, поэтому я говорю, что ему некогда Несколько в другом занят Но те волейболисты, которые нас Вы слышите, у нас волейболисты, они знают Твой дом, твоя область Новосибирск, 106,2 FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok